То есть, ребёночек разделился на свет, его пою, баюшки, что поет? Не ложись на краю. Ну, в общем, выничали ребёночка, поняли, ребёночек идёт в школу, и мы переходим в пятый стейдж, который называется «Таргет», «Цель», «Мишень». Фактически, это тот момент, когда ребёнок попадает в коллектив первый раз. Вот вспомните, что происходит в любом детском коллективе. Приходит новенький ребёночек, «Здравствуйте, у нас новая девочка в детском саду или в классе, что дальше происходит?» Вот я такая девочка пришла, «Ля-ля, ля-ля, 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 ля-ля». А Маргаритка – это все остальные. «Ля-ля, здравствуйте, я новая девочка». Я не знаю, я боюсь таких новой девочек, честно. И вот, да, девочки, вы потрастны. Я бы спрятала. Шея как-то, что мелкая, я всегда как-то вот не умею. В общем, хорошо. Ну, очень часто, хорошо, приходит такая девочка, как Маргарита, а тут все такие девочки. Ну, вот я сейчас изображу таких остальных, весь коллектив добрый в детском саду. Дальше начинается, как у котёнка. Надо присмотреть. А дальше… А коллектив начинает испытывать напрочность. А если, видите… Ну, что ты будешь делать, девочка, пришедшая… А у девочки сковородка. Да, девочки. И бежние скромности. Маленькую карманную сковородку. Которую принесла с собой в детский сад. И девочка, вежливо наступив на разлёт ногой другой девочки, делает вот так. И всё, авторитет. И всё, девочка авторитет. Девочки бывают разные, как, впрочем, и мальчики. То есть, это вот наша социализация, и мы начинаем приспосабливаться к закону социума на этом стейдже. То есть, социум нам выставляет правила и начинает проверять наши границы. И вот… Весёлое слово «границ»… Да. Вот это стейдж того момента, когда мы формируем свои границы. Ты будешь как-то остановиться на том, что такое вообще границы? Потому что их понимают все по-разному. Я думаю, что лучше, если ты на этом остановишься, я пока себе сделаю чаю. Вот же змея какая-то. Я приведу вам тебе. Я очень нервничаю. Я очень волнуюсь. Ну, конечно. Только ты быстро. Только я сильно волнуюсь. Сейчас мы начнем проверять границы, кто из нас больше волнуется. Вот. То есть, видите, она только что попыталась нарушить мои границы. Но так как я в доме вывесовой категории, ты нарушишь мои границы. Поэтому на радостные психологические. Иди уже, иди, только не надолго. Да. То есть, это вообще здесь весело. Правильно прошу. Ты иди. Ну, пожалуйста, не надолго. Быстро не вертайся. Потому что мне надо. Потому что я боюсь. Вот. Пожалуйста. Это какой был стейдж? Потому что мне надо. Потому что я боюсь. Мама, ты идешь на кухню. Я знаю, что ты меня не бросишь. Я знаю, что ты учтешь мои желания. Да. То есть, вот там базовое доверие сформировано. Вот. Вот. И я прошу о том, чего я хочу. Да. Я могу сформулировать нормально, грамотно, что я хочу. Вот это хороший, твердый, хорошая твердая четверка. И вот с этим, собственно, с этой базой, да, мы приходим в пятницу. Ну, я тогда не чай. Я просто возьму себе бутылочку воды и возьму ее вот здесь. Ты меня даже будешь обидеть, пока я отойду. Ты не будешь падать в оборок. Ты не будешь падать в оборок. Значит, с границами, тут такая интересная вещь. Обычно границы – это как-то, так сказать, какая-то башня или колючая проволока или там не так, КПП. Но по факту границы – это всего лишь вот те самые наши человеческие ограничения и больше ничего. Вот я это могу, а вот это не могу. И все. Если понимаешь, чего можешь, чего нет, внутри возникает приятнейшее ощущение, я тебе скажу. Такой называется. Поэтому, если я говорю «нет» с полным осознаванием того, что вообще нет, вот это называется, ну так, в идее оно называется как раз «правильно установить границу». Я ни с кем вроде как не борюсь, но и пробить меня невозможно. Не потому что я такой жесткий, да, а потому что это вода. Это, скорее, не вода, по стихиям это будет смесь, это будет блинов, смесь земли и воды. А, это дерево, даже паузинок, если накладывать. Ну, вот это очень важная штука. Осознавание, что вот здесь я могу, а здесь не могу. Вот это мне подходит, а вот это не подходит. Если есть грамотно пройденные все четыре этапа, то какие-то навыки уже есть. И вот здесь включается песня «Пусть Лу... Макаревича». Которая? «Пусть этот мир прогнется под нас, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». И он так прогнулся, что тебя обратным ударом не было. В другой мир, на другую игровую площадку. Так тоже бывает. Но, в принципе, вот здесь основной вопрос – удерживаться, кто я, и оставаться вот в этом мире. Угу. И, несмотря на то, что бы кто ни говорил. Вот представьте, что вы этот встреч проходите уже второй раз. Вы уже взрослые, осознанные люди. Вам говорят, слушай, ну что за пикню ты страдаешь? Что у тебя за профессия? Вот ты вообще никакой профессии. Ну, вы в нашем социуме бабла не срубишь. Принца в этом тоже не найдешь. Что ты этим занимаешься? Сколько тебе лет? Тебе до смерти лет пять осталось? Куда ты с мужиком-то разводишься? Да. Это пятидесятилетние женщины, допустим. Или сорокапятилетние. Легко. Без затей. Вот. То есть, когда начинают наши границы рассказывать нам, как жить. Знаете, что вот здесь интересное происходит? Очень часто этот стейдж порождает женщин, которые считают себя ведьмами. Почему? Потому что когда на этом стейдже капец, как тяжело и страшно, очень легко и просто можно в этом стейдже убежать в ритуалы. Бесконечное повторение ритуального вот такого образа жизни, оно снимает стресс и напряжение на этом стейдже. И вся травматика, которая была в детственной там стейдже, ее пытаются, как бы это, отхиллеризировать. Господи, хоть только это не переросло в обсессивно-компульсивное расстройство. Это уже крайний вариант. Мы еще до этого не дошли, мы на стадии ведьм. Обсессивно-компульсивное расстройство будет потом. Ведьма, которая судорожно моет клубнику, кипятком ошпаривает, да? Причем каждый раз, да, или там проверять, десять раз закрыла она дверь или нет. Обо мне не надо. Я тоже проверяю, закрыла ее. Виня десять раз, ты не возвращаешься. Нет, мне одного раза хватает. Нет, я уже знаю, перед выходом говорю, это я сделаю, это я сделаю. После твоей терапии. Так и я считаю. Вот. Нет, просто у меня был клиент, который в прошлом воплощении был очень крутым магом. Там много чего нам отличило, а в этом воплощении был, как это назову? Проговори, я-то выговорить не могу. Обсессивно. Обсессивно-компульсивное расстройство. Вот, а в этом воплощении. Алиса знает, Алиса. Алиса, ты в курсе. А причиной этого расстройства было очень много чего. Робыл. Поробыл. Поробленно, я не так сказать. Зроблено тогда уж, да? Поробленно. Поробленно в украинском языке имеет совершенно конкретное, магическое, это магическое слово, пробленно. Нас вообще слышно? Не знаю, сейчас мы вот как бы проверяем. Так, ну как бы все нормально. Ага, там же просто народ мандалы начал. Молодцы! Быстро. Значит, что у нас на пятом результате? Давайте вот по поводу вот этих религиозных ритуалов. Потому что, ну, многие в это идут. Сейчас это очень модно и очень популярно. Я в это связала с тем, что народ очень много. Зависает на вот этом стейдже. То есть не вышел из подросткового возраста. И вот эта травматика, а поколение, кому 30-50, через достаточно специфическое время прошли. И вот эта травматика этого периода, она просто вылазит через вот такую вот намешанную... Почему я религиозные темы не люблю? Потому что там намешано очень много. Но дело в том, что этот стейдж – это перфекционизм. Это состояние «я жертва». Мало того, здесь одно из любимых состояний, с которым идут к психотерапевту. Это «я хочу просто жить». Я устала от вот этого вот всего. Я хочу просто жить. Дайте мне просто жить. Помогите. А сейчас хочется спросить, а что вы сейчас делаете? Вы уже умерли? Это был совершенно неописуемый случай. Приходит мужчина и говорит, я ничего не чувствую. Я говорю, что совсем? Он говорит, да. Я говорю, совсем? Он говорит, ну да. Я говорю, если вы меня видите, какая чувствительность существует? Он говорит, я не правильно. А про что? Ну, как бы неплохо бы определиться. Вот вам основа, да? Пятый стейдж. И, в принципе, вот эта вот нервозность, беспокойство, ритуал связывает эту тревожность. И народ, идущий, вот все в ритуальные практики, именно ритуальные, то есть где идут опторы, это попытка связать вот эту тревожность на самом деле, а не реальное море. Хорошую опору-то дают. Но дают хорошую опору. Ты делаешь совершенно опору. Вот внутренне согласен. Это прекрасная опора. Ничего бы не использовала. Другое дело, если это действительно такое, туда сбежать. Сбежать. Именно сбежать. Если уходят в магию, в�девовство, там, еще во что-то, в сельгами сбежать – вот это страшная вещь. Это страшная вещь. И потом про такие страшные, страшные фильмы. Кстати, вот пятый стейдж, ну, все же, да, там, глупые практики я веду так. На самом деле, календарь, он был создан человечеством для того, чтобы связать вот эту тревогу пятого стейджа, потому что календарь — это ритуально повторяющиеся ежегодно праздники, и это снижает тревожность. Поэтому вот все эти календарные праздники, которые пользуются в любой религии, в любой традиции, на самом деле изначально для снижения вот этой тревожности. Ну а куда же нам деваться? Безэссенциальной тревоги есть всегда. Иллюзия о том, что это можно вообще куда-то убрать, это действительно реальная иллюзия. Мы будем бояться того, сего, пятого, двадцать пятого. И в принципе реально человечество, большая часть на сегодняшний день находится на пятом стейдже. На пятом стейдже находится также гендерная идентификация и первые попытки сексуальных, ну как бы, что это такое, да, вот такое вот подростковое, а давайте попробуем. Вау! 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 Кто я? Что я? То есть здесь это тоже просыпается. И в принципе, если брать, что все человечество сейчас, в общем-то, находится по развитию, если говорить о человечестве, на пятом стейдже, то в принципе человечество пытается понять, собственно говоря, ну кто оно и проверяет границы друг с другом. У меня есть подозрение, что скоро космос начнет проверять границы человечества. Насколько человечества? А тут выходят такие ведьмы-то стейджи и говорят, а ну-ка, космос, сделай мне ритуал лунный и солнечный. И космос так... И так... И все, ведьмы спасли мир. И тихо, гордо подались на метле. Доктор, я не сильно это... Того. Того. Ты про пятый стейдж. Ну, это пятый стейдж. А то я грустить начинаю. Нет, подожди, ну это я пятый стейдж. Это уже роман не увеличил какой-то. Она, кстати, тоже в пятом стейдж. Ага. Потому что пятый стейдж нам дает контролирующих и манипулирующих. Ну, опять же, это, в общем, сильно детские тактики. Да. А если мы говорим о том, что все-таки это круг жизни, да, то есть это повторы спироплевидные такие, да, на которых мы можем расти. И если мы что-то там начинаем включать в связи с вами и с собой, то ну давайте включать такие. И вот как я в своей работе поняла, в различные периоды у нас включаются, вернее, не включаются, поднимаются из-под сознания травмы, связанные с определенными стейджами. И вот в момент, когда они поднимаются, с ними очень хорошо можно работать. То есть, по крайней мере, понимать, какой стейдж мы сейчас проживаем, что на этом стейдже делать, как его прожить так, чтобы проработать по максимуму и перейти на следующий, а не шлепнуться наоборот куда-то вниз. Есть еще такая тонкая вещь, когда ты понимаешь, что ты, ну, как говорится, реальными глазами смотришь и понимаешь, что, ну, вот слабо мне сейчас стану, да, перестать там быть перестанет. Ну, вот слабо, ну, не молчу, да. А вот это вот самоосознавание, оно очень много чего решает. Я могу хотя бы оттормаживать то, где меня совсем уж зануть. И это, в общем-то, прохождение. Это вот та самая работа. Да, да, да. Но задача пятого стейджа – это понять, что есть границы, и научиться уважать чужие границы и уважать свои. Для начала их увидеть, да? То есть мы начинаем пятый стейдж с того, что мы учимся видеть. Да. Что вокруг нас, как мы взаимодействуем, где нарушаются наши границы, где мы нарушаем чужие, и учимся договариваться и согласовываться. И человечество, кстати, вот мы вышли, человечество сейчас, в общем-то, и пытается договариваться. Правда, манипуляций дофига, закулисных, но, в принципе, позиционируется, что современный мир, мы на уровне политических систем пытаемся договориться сначала, а потом уже бьем воды. Но пока у нас это получается с трудом. Нормальные герои всегда идут в ход. Я поняла, вы в качестве заставки эту песню ставили. Она у нас как-то вот так вот последний день. У нас две любимые песни. Это... Сыня, смушка трусив, на твоей пояснике желто-черно-чебила, с этой беличьей. У меня теперь Маргарита кучит слов. На этой песне, она уже всю песню почти знает наизусть, на мове. Вот. Это, так сказать, моя... И так как мне приходится все время говорить на русском, я забываю могу и не могу писать стихи на мове без словаря, опять. Вот. Это моя месть. Ей она получила песню про сыню, смушку трусив. У вас какой стыч, что? Это стыч. Сыня, смушка трусив. Все правильно. Мы вышли на шестой стыч. Шестой стыч. Борьба с драконом. Это выход из-под материнского протектората, зависимости от матери, и выход за пределы культуры и традиции отца. Это фактически такое умное, красивое слово. Отсепарироваться от родителей и стать самостоятельными. Народ, конечно, сюда выходит. Начинаются скандалы, разборки семьи. И очень часто. Я всегда люблю приводить, значит, мужчина. На первом стейдже захотелось сексом. Хел и захотел. На втором стейдже я намечтала, как он женится. На третьем он энергетически напитался. На четвертом он вышел в свет. Познакомился с женщиной. Пригласил на светание. Вау, 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 вау. На пятом они даже посудились. Определились здесь, кто они занялись сексом. Значит, там, по границе друг с другом. Ну, в общем, с границами разобрались. Не убивают друг друга, не сносят. Значит, и переход на следующий стейдж. Он хочет жениться. Она хочет за него замуж. Они хотят спить семейные. И заняться сексуальными экспериментами с последующим рождением потомства. Тут он приходит к маме. А мама говорит, что ты дорогой? Ты хочешь жениться? Ну-ну. Давай-давай, бросай маму на производство. Давай-давай, бросай. Кого ты бросаешь? Маму. Вот. Это ценулечка. Говорит, мамочка, ты что? Я ж тебя ни на кого не брошу. Все вы так говорите. И мама сердечный приз. И все, уже никто никуда не идет. Что печально? Что печально? Где-то, наверное. И, значит, что доню, что мальчик. Значит, говорит, ну ладно, мама, папа не хотят. Мы пойдем. Нормальный герой пойдет другим путем. Падают вниз во второй. И дальше опять мы мечтаем уже. Ну, чуть-чуть другая. Будет девушка. Нет, погоди, давай. Ежели мы исходим из вот этого стейжа, тогда они начинают сепарироваться. Они говорят, мама, ну, конечно, хорошо. Но ежели вы будете вот так вот выпендриваться, сиделку-то я, конечно, найму. Лежалку не обещаю, но сиделку запросто. И вы тут как-то сами. Но это в случае, если проработаны первые стейджи. Да, она говорит, папу, не вам решать, как мне распоряжаться моим телом. Тело-то мое. Разворачивается и уходит. Они снимают квартиру и живут долго и счастливо. Потом покупают квартиру. Все хорошо. Но в большинстве случаев нашего народа населения в этот момент деточки говорят, боже мой, а как же так без поддержки родителей, где мы будем жить? Мы же привыкли жить под боком у мамы с папой. Не-не-не-не-не, все, я ищу другого. Падают во второй. И дальше начинается. Мы намечтали другого принца, другую принцессу. Вот это пошли в спортзал, накопили энергию там, левру там. Кто что накопил, кто сантиметры, кто. Объемы. Да, опять идем на очередное свидание. Опять меряем границами. И вдруг где-то, ой, с границами все окей. Опять хотим жениться. И тут опять мама с папой говорят, что, что. И так человек выходит замуж или женится 3-4 раза, там, гражданский брак и так далее. То есть просто не выходит за семейные программы. Если даже женился, вышла замуж, то будет повтор в семейные программы. Потому что повторится ситуация, которая была в роду. Вот на этом стейже очень часто идет повтор семейных программ. И семейная жизнь в этом случае, не личная жизнь этих людей. Это семейная жизнь их предков, которая повторяется. Опять же, существует же волшебный вопрос. А что на самом деле я сейчас хочу? И разбор полетов. И это очень сильно выручает. Да. Идем дальше. Сейчас еще один момент. Я скажу, что в фэшн-социуме очень любят навязывать второй стейдж, как правило поведения для женщин. А вот для мужчин навязывают правило поведения шестого стейджа. Это идентификация с группой в том числе. И доминирование, и агрессия. И вот здесь самое важное. Вот взять ответственность на себя и отсепарироваться, отделиться. Потому что, в принципе, все войны, корни бой находятся вот в этом стейдже. То есть люди, вместо того, чтобы заниматься борьбой с драконом, внутренним драконом, да, помните символы христианства, многих традиций, это борьба с драконом. Вместо того, чтобы бороться с внутренним драконом, идут бороться с внешним. Но его же нужно еще состряпать. Но его сначала. Его создают на пятом. А на шестом смотрят на него и дальше решают, что делать. И, в принципе, вот здесь очень важно было научиться на пятом стейдже учиться уважать уже границы. Тогда выйти за пределы вот этого семейно-родительского паттерна, может, будет без конфликта с родителями. Понимаете, можно из дома уйти, хоть на дверь и уйти навсегда. А можно сказать, «Ребят, ну я так не могу». Хошь, режь меня. Хошь, ешь меня. А вот так я не могу. Вот так. Все. И все. Вот. То есть, в принципе, вот здесь вот можно несколькими путями выйти с этого стейджа. Большинство народа, населения вообще за него не выходят. Всю жизнь борются с мамой и с папой в конфликте. Но так на нем и зависают, периодически падая вниз. И прокручиваясь вот на одно. Те единицы, к которым принадлежите вы, наши дорогие зрители. Я же красиво сказала. Я подозреваю, что это действительно так. Потому что люди, кто действительно хотят выйти за пределы вот этого вот колупания первых пяти стейджей, они на... Ну, ко мне они точно редко попадают. Это такие случайно по карме. Приходят уже люди, которые готовы выйти за этот пятый стейдж. Сейчас, в общем-то, может звучать как манипуляция кто-то профессионально знает, что это. Но я действительно так считаю, что люди, которые не подошли к моменту перехода из шестого в седьмой, они не идут в реальные какие-то практики и техники, которые дают возможность отсепорироваться от родителей. То есть это какой-то момент готовности внутренней стать самостоятельным. И вот тогда человек начинает рассказать что-то настоящее, волшебное, магическое, прекрасное, крутое, классное, божественное. Ну, прям как мы с Маргаритой. Мы еще не украли с тобой с зоопарка слона, чтобы его отмыть до розового цвета. Родовых слонов не обещают, но приглашаем всех с нами в зоопарк отмыть серого слона до розового цвета. Маргарита, что с тобой дела? Скажи, даже я уже не поняла, что это было за переключение. Это с зоопарком магическое. Ну, вот тебе магическое, на реальной почве. Слушай, это чернуха. С серого слона до розового цвета. Попробуй вас опры сначала из зоопарка. Даже не буду пытаться, потому что у нас здесь в зоопарке слон ходит по свободной территории, это очень стрёмное, потому что надо к нему добираться через Львов. Как почему? Мы доберемся обратно на слоне через... Мимо Тегров. Если у нас здесь большие заходы были на пятницу, у нас может сохраниться перфекционизм. Штуки. Штуки. Любые, да, любые как-то вот. Да, профилактика. Профилактика эго. Профилактика эго и живых львов. Не зря ли я встал символом царской власти? Тот, кто смог свое эго... Ну да, на адекватных размерах, тот, кто смог справиться со своим эго, никогда не станет царем и президентом. Желание не будет. В общем-то, но сможет стать хорошим. Нафига такая ответственность слушается. Ну что же, седьмой стейдж очень интересный. Вот здесь мы подходим к понятию социальной реализации, потому что очень многие рисуют как раз мандалу седьмого стейджа, как мандалу социальной реализации. На самом деле, седьмой стейдж, там, да, мужское и женское в балансе, время, это все красиво. Но седьмой стейдж это удовлетворение ожиданий племени. То есть, я теперь знаю, кто я. Я, а не мои родители уже знают, кто я. И, в принципе, зная, кто я, возникает вопрос, каковы же на самом деле мои цели в этом мире. Здесь очень многие выпадают в традицию какую-то, которая на самом деле на этом этапе может сдерживать рост и выход дальше. И вот это желание находиться в балансе и удовлетворять ожидания племени, принимать за социальную, за реализацию, за свою личную реализацию в этом мире. Не, ну, погоди, она может быть личной реализацией, если есть осознанное решение идентификации себя именно членом племени, когда все ценности очень близки и так далее, и так далее, и так далее. Ценности племени, отрезание голов соседей, поедание их печени, в общем-то, абсолютно входит в ваш смысл жизни и систему ценностей. И вы это разно делаете, да. У тебя и реализация и так тоже, может быть, если есть вот предыдущее прохождение как раз внутренним согласием всего до этого этапа, будет прекрасный седьмой стендж. великолепно. Это и будет действительно реализация. Тогда желательно посмотреть вокруг. И если то, что вы видите вокруг в системе племени, как это называется, в системе ценностей, племени, в котором вы живете, если вас эти системы ценностей устраивают и вы готовы жить в соответствии с ними, то на этом стеже вы испытаете чувство громкой удовлетворенности своей социальной реализации. И можно говорить, что да. Так как на этом стеже находится так называемое оквадрачивание круга, то есть это я замуж в палате спортнеров, с которым мне хорошо, то часто женщины тоже считают это своей реализацией. То есть если смысл моей жизни это я рядом с мужчиной, как партнер, не я, как я, как личность, которая, как душа, которая пришла в этот мир, родилась для выполнения какой-то своей личной миссии. Может быть эта миссия помогает мужчине, такое тоже бывает. Но это когда вы очень ясно и четко осознаете, что такое ваша миссия. И тогда, да, но когда эта попытка решить за счет партнера бытовые вопросы, это тоже хорошо. Ну давайте тогда не говорить об этом как эсоциальной реализации. Ну как бы некой эсоциальной реализации. Потому что вот здесь здесь есть понимание кто я, но здесь еще нету реализации своих вот этих вот качеств. Можно говорить про профессиональные качества, если мы говорим о работе. Смотря что называют работать понятие очень широкое, воспитывать детей это тоже можно воспринимать. огромная работа. Это огромная работа. И тогда вот эта реализация изначально вот седьмой стеж это понимание кто я и что я могу дать этому миру. и что я хочу за это получить? Или это уже дальше? Это немножечко но здесь вот здесь важно понимать что я хочу получить. Здесь еще нету вот этого получения от мира. Получения плодов здесь нету. Это немножечко пара трудом? Здесь еще вообще нету отдавания в мир. Здесь есть только понимание, только осознавание. Вот я такой, я такая и я вот это могу дать миру. И у меня внутри есть на это согласие. Я готова перейти на следующий стейдж, где я включусь в мир. Здесь еще нету включенности в мир. Здесь есть максимальная осознанность, но здесь еще нету взаимодействия. Взаимодействие пойдет на следующий стейдж. Итак, мы определились кто мы, наши цели, удовлетворили ожидания племени. Знаете, как говорит Кесла очень Маринечка, я, конечно, не имею права, но я хочу не против стать бабушкой. Это ожидание племени, да? Я не знаю. У меня два сына, я говорю, мальчик, подождите меня делать бабушкой. Поэтому, миль, пардон, дорогая. Вот это, кстати, удовлетворить ожидания племени очень часто от женщины требует рождения в качестве удовлетворения. То есть, это не ее личное желание, а это удовлетворение желания запроса племени. Это нормально, это не хорошо, не плохо. вопрос, действительно это внутреннее желание. Обычно никто не спрашивает. Говорят, так положено. Твоя функция. Твоя функция. А объективацию никто не отменял. То есть, ты родилась с функцией деторождения? Будь добра, выполняй свою функцию. Ну, то, что мы мужчины. Ты там с функцией того-то, сего-то понеслось. Печка, печка, ты пирожки печешь, это твоя функция. А ну, давай пирожки. Яблони, яблони, ты яблочки можешь давать, а тут давай, а не яблок. Функциональ. Хорошо. Ну, вот уже все. Вот с функциональностью человек действительно готов. Вот все. У него все решено. Все хорошо. Согласие есть. внутреннего конфликта нет. Как-то он так соображает, в принципе, в каком он контексте, кто с ним рядом. Да, собственно. Прямо сейчас замечательно стет, по-моему. Марина, встречающаяся. Ну, бывает. Бывает. Бывает такое просветление, после которого начинается восьмой эллидж, или функционирующая эго, специалист, как называют. Что? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова